Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал Вовчан Фифа. Там ты найдешь путь в Ultimate Team без доната, карьера за игрока, ну а также бомбическая карьера за Макклсфилд. Это путь из дна в элиту. Заходи на канал, смотри и подписывайся, ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Локи и мы продолжаем, а точнее завершаем карьеру нашего футболиста FIFA 19. У нас был довольно долгий путь и вот она развязка, ребята. У нас ответная встреча полуфинала Лиги Чемпионов. Также сегодня мы сыграем финал Кубка Италии против Милана. Три матча в чемпионате мы просимулируем и я очень надеюсь, что мы сможем сегодня выйти в финал Лиги Чемпионов. Как раз таки его сыграем. Если нет, то сыграем, может быть, с Фиорентиной или с Лацо. Посмотрим. Также, ребята, что еще хотел сказать. У нас стартовал чемпионат мира и, скорее всего, я посвящу ему, наверное, одну серию. Буквально тоже на днях она выйдет, потому что уже совсем скоро стартует FIFA 20. Если в Песке мы, в принципе, все завершили и рванули уже с новыми силами в новую карьеру за Юве в 20-м Песе, то вот FIFA выходит чуть-чуть позже. Нужно подождать. Она, по-моему, в раннем доступе Аксесса выходит 19-го числа. И до него нам как раз таки надо успеть завершить вот эту карьеру. Я думаю, за две серии мы с этим справимся. Ну, а вы поддержите меня, конечно же, своим лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что здесь вас ждет довольно много всего интересного. Помимо футбола здесь есть и другие прохождения, забеги, первые взгляды. В общем, куча всего. Ну и, ребята, давайте отправляться на нашу игру. Мы в первой встрече смогли выиграть на выезде. 2-1. Последний гол, второй, он был очень важный за буквально там пару каких-то секунд до финального свистка. Ну и сейчас нужно выложиться по максимуму, постараться пройти в финал, где, скорее всего, ждет уже ПСЖ. Либо нас, либо Барселону. Но, конечно, я надеюсь, что это все-таки будем мы. Ну и, ребята, погнали. Мы принимаем Барселону у себя дома. В первом матче мы выиграли 1-2. И сейчас нужно постараться просто сдержать свои ворота в неприкосновенности. От нас не столько сейчас зависят забитые мячи, как просто удержание этого драгоценного результата, добытого на выезде. Ну и, ребята, поехали. Мы из центра поля разводим мяч. Барселона должна нестись сегодня вперед. И, в принципе, это как раз-таки шанс подловить ее на контратаке. Так как им нужно забивать по-любому. Здорово. И попробуем подать на Роналду. Или вот так вот здорово на Дукуру. И 1-0. Четвертая минута, ребята. Все, видимо, ждали передачу на Криштиану Роналду. А здесь в центре оказался Дукуру. И прошил мяч. Ворота Барселоны. Очень шикарное начало. Наша голевая передача. Мы, знаете, в этом сезоне все-таки больше распасовываем для своей команды. Ну, как я и говорил, что сейчас мы пошли в Юве для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. А не стать каким-то лучшим бомбардиром в команде. А, кстати, у нас на фланге-то даже не Криштиану. Я как-то проморгал этот момент. Вот ответная атака Барселоны. И здесь успевает защитник наш вынести мяч на угловой. Трибуны поют. Не замолкая, у нас 20-я минута близится. И многие понимают, что шансов у Барселоны не так много уже в этом противостоянии. Вот этот быстрый мяч делает счет еще крупнее. Но Барселону не сдается. Дели Али идет в атаку. Дембеле. И встретили его. Хорошо. Какая ошибка Терштегина. И вынимай второй, ребята. 29-я минута. 2-0. Терштегин просто привозит момент для своей команды. Посмотрите, защитник на него отыграл. И куда он делал передачу, непонятно. 2-0. 4-1 по сумме. И я думаю, с Барселоной можно попрощаться. Но не будем сильно забегать вперед. Все-таки три мяча, если Барселона забьет, это может их вернуть в игру. Барселона с мячом опасно. Удар поворотом из штанга. Вот этот момент концовки первого тайма сейчас мог немножко пошатнуть уверенность нашей команды. Очень здорово складывается для нас эта игра. Мы смогли в первом тайме забить два. Сначала очень быстрый мяч с нашей подачи забил Дукура. А потом уже и мы подловили Терштегина на ошибки. И поразили во второй раз ворота Барселоны. Белерин. Пошла подача. И наши защитники справляются. Но вынесли не очень здорово. А вот здесь классно сыграли. И Поль Погба. Шикарная передача. Нет никакого офсайда. Залетаем в штрафную. Еще один удар от Дукуры. Но здесь уже Терштегин справляется. Выбегаем один на один с голкипером. Получится ли ударить? Удар есть, но не очень сильный. Терштегин с ним справился. Там прям защитники нам на плечи уже запрыгнули. Залетели в штрафную. Еще один удар и вынимает третий. Это наш дубль. И это похороны Барселоны во втором матче полуфинала Лиги Чемпионов. Ну вот как-то у нас, ребят, под конец пошла игра. И здесь посмотрите, как мы шатнули защитника. И в ближнюю девять прошли Терштегина. Это наш третий гол Лиги Чемпионов. И второй гол сегодня. Да, как-то знаете, Барселона без Месси, без Суареза в атаке совсем выглядит блекленько. Но вот сейчас Филипп Каутиньо несется в атаку. И снова как-то начал сваливаться на левый фланг. Вместо того, чтобы пойти в центр и пробить, он начал снова уходить во фланг. Ну же, забить! И это, ребята, Бальде. 4-0. Ну вот люблю я играть с сильными командами. Они убегают в атаку и очень легко вскрыть их оборону. И они не сидят в своей штрафной целым составом. Ну а здесь пытался спасти Белерин. Пытался спасти Терштегин. А в итоге, ребята, 4-0. И все, друзья, мы выходим в финал Лиги Чемпионов. Давайте сейчас узнаем, на кого же мы там попали. Ну и, конечно, нужно сыграть еще матчик на финал Кубка Италии. В общем, ребят, пришлось мне один матч сыграть, потому что тренер отказывался нас выпускать в матче против Милана. И в итоге у нас победа над Вероной 3-2. С Фиорентино играл я и забил два мяча, отдал одну голевую. И ничья с Лацо. Сейчас мы приступаем к матчу с Миланом. И, собственно говоря, погнали. Наша карьера в Ювентусе начиналась матчем за Суперкубок с Миланом. И вот сейчас мы встречаемся в конце сезона в финале Кубка Италии. Посмотрим, кто окажется, ребята, сильнее. И кто сможет поднять кубок над головой. Павло Дибала не попадает по мячу. Вот это момент. Это один матч, где может случиться все, что угодно. И даже один забитый гол может принести команде победу. Подача Челхана Аглу. С того наши парни отбиваются. И пока-пока поактивнее, мне кажется, действует Милан. У нас уже прошла середина первого тайма. И, знаете, ни одна из команд еще не нанесла опасного удара поворотом. Вроде как-то что-то получается. Но ни одни, ни другие пока не могут толком пробить. И происходит больше возни в центре поля. 32-я минута. Милан в атаке. Удар поворотом. Здесь Перин спокойненько справился с мячом. И по процентам передач, в принципе, сейчас равенство. У нас, ребята, штрафной удар на 40-й минуте. Это шанс. Это первая желтая карточка. И посмотрим, кто у нас будет бить. К мячу подходит Пауло Дибала. Удар поворотом. Мяч попадает, к сожалению, в стенку. Последняя атака Милана в первом тайме. Получится ли у них что-то придумать или нет. Пошла подача. Здесь мяч вынесли. И в итоге у нас, ребята, перерыв. По два удара поворотом. В принципе, как я и говорю, игра довольно равная. Супер опасных моментов не было ни у одной из команд. Но пока не может проснуться наш футболист. Возможно, в голове сидят мысли о финале Лиги Чемпионов. Все-таки финал Лиги Чемпионов, на мой взгляд, попрестижнее будет, чем финал Кубка Италии. Но, тем не менее, это тоже трофей, который хотелось бы занести в свою копилку. Удар поворотом. И Перин спасает. Челхан Аглу взял игру на себя. Очень такой непростой удар. На дриблинге он зашел. Почти в штрафную. Ух ты! Еще один удар ножницами. Хорошо. Разгоняем атаку. Отсюда можно и ударить. Но мяч немножко свалился с ноги. И у нас выходит Эмриджан вместо Пауло Дибал. И, возможно, тренер уже готовится все-таки к Лиге Чемпионов. И решил поберечь Пауло Дибалу. 62-я минута. У нас выходит Бернардески вместо Дугласа Косте. Пошла подача. Удар поворотом. И Донарума спасает. Ну же, какая передача забить? Удар поворотом и гол! Как разыграли? Какой удар был, точнее, пас был пяточкой. И здесь Дукура уже с довольно острого угла прошивает. В сетку ворот Милана. 69-й минута уже 70-й. Посмотрите, вот здесь Бернардески пяточкой на Эмриджана. Тут дальше на Дукура и 1-0. Залетели в штрафную. Пас под удар. Ну же, Дукура еще разочек. Нет. Ну что, 3 минуты добавил арбитр. Одна из них уже истекла. Будет ли у нас свисток? Или Милан еще что-то придумает? Ну пока они на своей половине поля раскатывают, так, конечно, далеко не уедешь. Видимо, они уже смирились. И все, друзья. Это победа в Кубке Италии. Мы завоевываем еще один трофей в коллекцию нашего футболиста. Это Кубок Италии. Чемпионат Италии мы также уже выиграли. Ну и сейчас осталось главное событие, к которому мы шли 5 сезонов. Ну, точнее, 4 сезона, играя в Лиге Чемпионов. Это ее финал. В общем, ребята, получилось так, что этот финал, к которому мы шли 4 сезона, пройдет без нас. Тренер решил нас не брать на эту игру. Он сказал, что мы начнем в запасе. И предпочел выставить других футболистов. Я не считаю, что пьятся сильнее, чем мы. Но он выбрал такой состав. Он оставил Криштиану Роналду на замене. Он оставил вообще в суперрезерве нас. Давайте посмотрим, как сыграла наша команда. Честно, я очень расстроен, потому что мы шли к этому финалу 4 сезона. Где-то что-то не получалось, где-то мы проигрывали. Но в итоге получилось так, что тренер решил нас не брать. 1-1 пока что по счету забил Мбаппе. И Поль Погба, 60-я минута. Дукура выводит нашу команду вперед. Остается всего лишь 10 минут. Смотрим, как развиваются события в этой игре. И звучит финальный свисток. Ребята, наша команда победила в финале Лиги Чемпионов. Но победила она без нас. И знаете, это такое двоякое чувство. Когда вроде бы ты и дошел до финала Лиги Чемпионов. Но в другом случае ты не сыграл в этом финале Лиги Чемпионов. На этом, ребята, мы будем серию заканчивать. Пожалуйста, забомбите этот видос лайками в поддержку. И следующая серия у нас будет максимально горячей. Я попробую сыграть кучу матчей в чемпионате мира. Да, показывают нам Паулу Дибалу. Но это, ребята, не мы. Всем спасибо за просмотр. С вами был Локи. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok